здравствуйте перестал охлаждать без компрессорный мини-холодильник температура в камере не намного отличается от наружной вот его модель померяю бесконтактным заднюю стенку около 20 градусов едва прохладная будем разбирать и предположительно менять элемент пельтье что это расскажу позже для удобства снял дверь перевернул и раскручиваем все шурупы задней панели ее и 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 вот так выглядит плата управления питания для удобства отключу а И под этим радиатором и находится элемент Пельте. Дальше с внутренней стороны нужно открутить пластину. Прежде чем разбирать охладитель, нужно проверить подается ли достаточно питание. Должно быть около 12 вольт. Мы видим, что питание есть. Красный и черный – это питание, зеленый – это термометр. Значит, будем разбирать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Раньше не разбирал, так что не сразу понял, как тут все устроено. Теперь немного об элементе. Принцип его работы в том, что он с одной стороны нагревается, а с другой охлаждается. И чем сильнее отводить тепло от нагреваемой стороны, тем холоднее будет обратное. Продолжение следует... У меня есть на замену. Покупал на Алиэкспресс. Стоит около двух долларов. Подпаиваться буду, обрезав здесь. Места соприкосновения с охладителем нужно промазать термопастой. Ну и герметизировать буду вот таким полиаретановым герметиком. Рабочая температура у него от минус сорока до плюс восьмидесяти градусов. Нужно убедиться, какая сторона греет, а какая охлаждает. В моем случае маркировка со стороны охлаждения. Продолжение следует... В основном следует... ...втор Labor Свои эпидемиумный. Покупал на Алиэкспресс. Покупал на Алиэкспресс. Покупал на Алиэкспресс. Играя подогрев. Основная Алиэкспресс. Рисовная Алиэкспресс. Алиэкспресс. Продолжение следует... Все собрал в обратном порядке. У него три режима работы. Сейчас стоит в среднем. Температура в камере 7 градусов. Прошло пару часов с момента включения. Сейчас замеряем температуру пластины. Около нуля. Возможно, кому-то будет полезно. Спасибо за просмотр.